Супер-АВМ способна производить сложные расчеты, недоступные на обычном персональном компьютере. Это разработка Центра компетенции обучения, уникального предприятия, которое находится в Сатисе, небольшом поселке под Саровом Нижегородской области. В разработке резидентам технопарка помогли специалисты Российского федерального ядерного центра. Мощности этого черного ящика используются конструкторами, исследователями, математиками и даже детьми. Когда, допустим, в анимационной студии снимают еженедельно ролик на 6 минут в руках «Спокойной ночи малыши», у них есть свои веществительные мощности, они все это справляются самостоятельно. Время от времени они делают большой полнометражный фильм, где требуется большой веществительный ресурс. Тогда им проще не покупать себе, а прийти к нам и временно снять эти мощности. Множество перспективных научных разработок так и остаются на стадии проекта. До производства доходят далеко не все из них. Как сделать так, чтобы регион раскрыл свой потенциал, обсудили в Сарове на стратегической сессии. Эксперты уверены, в общую стратегию развития Нижегородской области необходимо интегрировать уже разработанную стратегию самого Сарова. Важным как для города, так и для региона участники стратсессии считают создание научно-образовательного производственного центра, который объединит на одной площадке образование, науку, производство и инновации, инфраструктуру и социальную сферу. Программа цифровизации, которую сегодня обсуждали, направление, которое здесь реализуется, они будут определять вообще повестку технологического будущего России. Жители Сарова, главного наукограда региона, отнеслись к обсуждению ключевого документа области настолько серьезно, что стратегическая сессия заняла здесь два дня. При этом весь первый день производила столько работы в группах. Обсуждали проект-стратегии, разрабатывали предложения и проекты, которые могут быть в нее внесены. То, что здесь происходит, это совмещение всех усилий, усилий мысли, усилий серого вещества, многих людей, специалистов в разных отраслях, которым не безразлично, как они будут жить. Межгородская область стала одним из первых регионов, к разработке стратегии развития которого подключились ведущие эксперты страны, госкорпорация «Русатом» и агентство стратегических инициатив. Хотел бы сказать спасибо правительству, губернатору за то, что мы приглашены к этой работе. Для нас важно, наверное, отметить два таких момента серьезных. Во-первых, хотелось бы, чтобы стратегия учитывала стратегию развития госкорпорации «Русатом». У нас очень серьезные производственные планы по реализации тех компетенций, тех ядерных технологий, которыми мы владеем в совершенстве. Мы с «Русатом» и с Алексеем Евгеньевичем сейчас подписали соглашение о совместном создании между «Русатом» и ОСИ центром городских компетенций развития городов. И, по сути, разработка стратегии «Сарова» в долгосрочной перспективе является первым, наверное, стартовым проектом. Все высказанные на сессии инициативы будут учтены в итоговом варианте стратегии. Такое поручение дал глава региона Глеб Никитин. Ключевой документ о развитии области должен получиться действительно народным. Кстати, присоединиться к общественной экспертизе проекта стратегии развития Нижегородской области может любой житель региона на специально созданном портале, адрес которого вы видите на своих экранах. Анастасия Рябова, Владимир Гайда, Александр Фомин из «Сарова». Время новостей.